Брэндон уже не Локридж и не Кэппл, и идиот он нахрен. Распиздяй, малолетний этот Брэндон, блядь, и Джинова Шара, блядь, ему полумамаша. Брэндон, падла, блядь, мелкая нахуй, уже не Локридж и не Кэппл, больше тебя Лайнелл не почитает, блядь, эту книжку-сказку, блядь, и София тоже тебе уже не бабка, блядь. А вот так вот нахуй. Распиздяй, Брэндон, распиздяй, хуёвый, малолетний распиздяй, но он обешился халявы, и теперь он на него забит хрен, короче, пошёл нахрен этот Брэндон, лошара, блядь, малолетняя, блядь, распиздяй-ка. Куда ты? Не хотела тебя будить, спи дальше, иди сюда. Ты не представляешь, сколько для меня значит прошлая ночь. Боялся, что мне всё приснилось. Или как? Ну. Нет, значит нет. Мы поженились. И не конец, я твой мужик. Я так счастлив. Кирк, I can't. Доброе утро, Тони. Да у тебя что-то есть, а? О чем ты? Прокуроры встают так рано только что произвести впечатление на избирателя и заходи. Мэйсон, я пришёл сообщить ответ по твоему обращению. По Брэндону? Да, похоже, у тебя не случайный интерес к делу. Он мой племянник. Да, и поэтому я лично решил зайти, чтобы ты узнал первым. Джейна Каппелл получит права на опеку. Что? Невероятно! Она пример неподходящего родителя. Не представляешь, что ещё нужно, чтобы держать её подальше от Брэндона. Это лучше обсудить с судьёй Хэнкоком. Он говорил о нюансах. Каких ещё нюансах? Сам его спроси. Тэнни, Тони, что за фигня, блядь? Она сбежала с ребёнком, блядь. Что за хуйня? Её можно было арестовать за похищение, тогда бы она его больше не увидела. Она уехала с мальчиком? Да, я не знаю куда. Круз ищет их. А, тем более, в свете новых событий он не сможет ничего сделать, даже если найдёт их. У неё есть право ехать с ним куда угодно, если ему ничего не угрожает. Знаю. Я созвоню с ним и объясню ему всё. Лучше бы. Потому что если он наденет на неё наручники, то она засудит его до того, как ты произнесёшь ошибочный арест. Крузу такая фигня не нужна. Проблема в том, что я не знаю где он, блин. Могу только посоветовать, обзвонить всех. Так и сделаю. Надеюсь, что найду его до того, как он найдёт Джину. Я хочу с тобой. Это совсем ненадолго. Марсель моя старая подруга. Она уже хорошая, так ведь? Наверное. После шоу можешь пойти в гримёрку, там есть телевизор и всякие приставки. У нас целая сумка книг, и мы попросим его почитать тебе. А когда ты вернёшься? Как только найду, где нам остановиться, я позвоню в обед, сообщить, повезло ли нам. Почему я не могу с тобой? Так просто будет быстрее. Я больше успею. Ты же понимаешь. Наверное. Хорошо, сейчас отведу тебя за сцену и покажу, где её ждать. Кстати, она покажет тебе, как опускаются кулисы. Давай, Уоллос, пиздуй, бля. Больше ты не локрич, нахрен. Что ты делаешь? В кафе не было зеркала? Как нет? Мы уже останавливались на лучших заправках, бля. На самом деле даже смотреть на себя не хочу. Выгляжу как трепло, бля. Да. Странно, нахрен, бля. Всё это, блин. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Это пиздош во благо. Но спасибо. Прямо по курсу кафе. Мне не надо. Но если тебе, то тормозны. Лучше сэкономим время. Я уведомил полицию Вегаса присматривать за Джиной. 7-0-0-0, это 16-й из Лас-Вегаса, приём. 7-0-0, она слушает. Кастильев на проводе. Мы пытались связаться с вами, но вы были вне зоны доступа. Эта женщина, Джина Кэпфелла, её видели в аэропорту Лас-Вегаса. Когда? Около часа назад. Вы уверены, что это она была? Конечно. Она купила один билет в Атлантик, Сирия. Спросы, а Брэндон Сней? Она ещё там? Не знаю, но вылет запланирован на 9.30 утра. Ребёнок с ней? Да, но билет был на одного взрослого. Прошу срочно задержать её. Мы связались с вашим отделом, у нас проблема с ордером. Какая ещё проблема? Санта-Барбаре все в курсе, а ордер можно ждать долго. Не знаю, в чем там дело, сам с ними свяжись. У меня нет на это времени, я должен успеть, блин. Задержите Ресси, если потребуется. Круз, если самолёт взлетает в 9.30, не волнуйся. Давай, Уэллес, теперь Брэндон Уэллес, я и не Локридж. Я что-то не то сказал. Конечно, нет. Свитхард, после вчерашнего я подумал, знаю. Но это было вчера. Я не понимаю, бля. Ты был мне нужен. Мы были нужны друг другу. Что? Это было прекрасно. Я знаю, что ты счастлива. Точно знаю. Мне нужна безопасность. И ты это обеспечил. Но когда я проснулась, мне нужно быть самой собой. Не могу это обэксплейн сделать. Попробуй. Всё так ускорилось за последние несколько недель. Всё происходит без моего участия. Как-то нереально всё это. Неважно, что тут происходит. Не думаю, что ты вышла за меня бы, если бы не хотела этого. Ты просто сама себе не доверяешь мне. Возможно. Не забывай, у нас есть всё, что нам надо. И прошлая ночь тому доказательства. Не пойми, как отказ? Постарайся понять. Я стараюсь, но не хочу, чтобы ты от этого бежала. Я не бегу, просто... Мне нужно перевести дыхание. Ты думаешь, я не знаю, чего ты боишься? Ты боишься того, что может случиться. Всю жизнь ты только отдавала, а я хочу дать тебе. Я понимаю, почему ты со мной? У меня нет выбора. Я сбросил маску гордости, как только встретил тебя. Я просто хотел быть с тобой на любых условиях, бля. Даже если я смогу полюбить тебя через долгое время? Не думаю, что это будет так долго. И ещё из-за того... Из-за ёбаного шантажиста, бля. Знаешь, что этот засранец видел в отцовской комнате, мог пробраться в наш дом, блядь. Он может и сейчас сюда забраться, этот сучка. Может остановить этого долбоёва, сраного, блядь. Он может использовать против нас что-то. Иден, сейчас тут только мы с тобой. А как он знает, где оставлять угрозы? Что останавливает его? Меня пугает идея, что кто-то постоянно следит за мной. И я никак не могу этому помешать. Во-первых, нужно подождать до следующего его хода. Должен быть способ его остановить, потому что я так больше не могу. Не могу! Я позабочусь о тебе, милая. Отвечаю. Никто не обидит тебя. Никогда. Объявляется посадка на Рейс 726 до Атланты. Все пассажиры, займите свои места. Просьба ещё раз занять всем свои места. Мой Рейс. Посадка на Рейс 726 до Атланты проходит у входа 6. Просьба для всех пассажиров занять свои места. Я правда не понимаю, зачем он туда летит игрой Брэндон, блядь. Не факт, что у неё одно место. Может, ребёнок летит бесплатно. Мне это не нравится. Наверное, разделились с ним, чтобы нам было труднее его найти. Может быть, но сначала её нужно поймать. Если он не с ней, то она должна будет рассказать, где он. Мы успеем доехать до вылета, потому что уже... Не говори про время, я не хочу знать, блядь. О! Кожаный ботинок вернулся. Или кожаный перчаток, блядь. Он до сих пор ещё в деле, что ли, блядь. Кто там? Марк. Что ты хочешь? Чувствуй себя как дома, Марк. Я не просто зашёл. Что это? Я от юриста. Я требую развод. Ты слышала меня, блядь? Хорошо. Думал, я не соглашусь? Я больше не знаю, что думать, Венди. Нет, Марк. Я теперь Женис, понимаешь? О, как я мог забыть. Ты теперь много кто ещё, блядь. Ты на что намекаешь, блядь? Ну, не думал, что ты будешь сниматься голой жопой. Как ты смеешь меня судить, блядь? Я отвечаю за свои поступки, нахрен, Марк. Я не прошу людей делать лжесудительство, чтобы спасти себя. Ты ожидала, что я брошу карьеру после стольких усилий, блядь? Я не просил тебя пиздеть. Но для тебя это было не менее важно, чтобы тебе жилось комфортней. Это было не для меня. Какая мне разница, кто мой муж по профессии? Если бы ты начал с нуля, я бы помогла тебе. Но ты хотел, чтобы я врала в суде. После этого я к тебе и охладела. Та женщина не должна была откинуться. Ты проявил халатность. Ты доктор, и ты ошибся. Ты должен был признать ошибку. Я сделал всё, чтобы её спасти. Теперь поздновато, Марк. Слишком поздно это оправдывать. Где подписать? Здесь и здесь, бля. Прочти. Собиралась. Я сама хотела подать, думала, ты не согласишься. Потому и сбежала. И долго ты тут ещё пробудешь в Санта-Барбаре? А зачем мне уезжать? Не думаешь, что лучше нам жить по раздельности, бля? Тогда и пиздуй. Я не могу. Я работаю в клинике сейчас. Тебе везде будет хорошо, Венди. Ага. Ты-то знаешь, что для меня лучше. Я просто предложил, что так нам будет некомфортно вместе в одном городе. Дай проясню. Я не уеду, чтобы тебе было комфортнее. Я знаю, зачем это тебе. Ты боишься, что я расскажу про твои проделки и суд. Не бойся. Не хочу иметь с тобой дело. Что касаемо меня, этого брака, считай, и не было. Когда ты так ожесточилась? Тогда, когда и ты. И зовут меня Джейнис. Хорошо? Джейнис. Кожаная перчатка вернулся, блядь, опять нахрен. Уверена, что без меня все будет нормально? Конечно. Повтори. Я позвоню, как только собрание закончится. Где оно? Не знаю. В каком-то отеле есть. Секретарь знает. Хорошо. Давай увидимся позже. Что так рано, кёрк, бля? Пока, милая. Месяц, как женатые, по-прежнему молодожёны. Трош, хули те дела-то какое, блядь. Как ты можешь говорить такое одному из последних романтиков? Каждый день я мечтаю о многих страстных вариантах, блядь. Вчера, например, у меня были фантазии с звуковыми эффектами. Хочешь послушать? Нет. Я лежал в своей комнате, и моё неозбудное воображение понесло меня куда только понесло. Я мог поклясться, что слышал провокативные звуки из твоей комнаты. Тебе-то какое дело, блядь? Кровать даже скрипела, Идан. Гордишься тем, что не перерос 12-летнего? Да ладно тебе, хули ты стесняешься, блядь. Ебались так ебались нахуй. Кровать скрипела, ебались хорошо, блядь. Меня просто удивило, что ты получаешь удовольствие таким грубым способом, блядь. Ты злой. Не думай, что я подслушивал, блядь. Просто не мог не услышать нахрен. Я могу продемонстрировать, иди в мою комнату, а я попрыгаю на твоих измятых простынях. Я что-то сказал не то? Доброе утро, Иден Мэйсон. Роза? Мне нужно застолить твою пастель. Нет, мне нужно немного отдохнуть. Можешь застолить мою, если хочешь. Уже сделала, только свежие простыни. Застоли ты тебе? Думаю, стоит. Не так ли, Иден? Самое время. Последнее предупреждение для Рейса 7.26 в Атлантик Сити. Регистрация с шестого выхода. Все на борт. Это последнее предупреждение. Ну вот и закончил с твоей удачей. Что ты делаешь? Все, пиздец тебе. Ты в розыске уже несколько дней. Где Брэндон? С чего это мне тебе говорить? Говори, где он? Если не скажешь, то поговорим в другом месте. Я ничего вам не скажу. Посмотрим. Вы не можете меня вот так забрать. Это же неприлично. Эй, стойте. Это... Это мои... Это мои деньги, Круз. Теперь они принадлежат этому мужчине. Слышала про владение? Это девятое-десятое закона, к счастью. Так что придется рассказать, где находится Брэндон. Ну что, Киркули, опять запечатание взялся, да? Я не понимаю, нахрена ты по этой дорожке пошел, блядь? Блин, финансисты мои. Смекалистый пацан, бля. Закончивший Оксфорд. Ну нахрена, блядь? Ну что, кроме Индона, других баб нет? Я не понимаю его. Я решила написать это письмо. Тому, кто понимает, даже если я нет. Так что начинаю. Дир Круз. Я представляю, как ты слушаешь и понимаешь меня, как никто другой. Я пытаюсь объяснить себе, как я могу быть с другим человеком, но все равно так сильно тебя хотеть и любить. Частично из-за того, что я долго жила в страхе. Страхе раскрытия. Страхе того, что батон может откинуться. Страхе, что моя жизнь не склеится воедино. Кьерк все время рядом. Спасал меня от кошмаров. Говорит, что все будет заебись. Ему немного надо. С тех пор, как я вышла за него, я мечтала, чтобы он был тобой. Но спустя время, одиночество так сильно давит, что кажется, что ты просто исчезнешь, если не дашь как будто обнять тебя так, как будто тебя и не существует. У входа складано Небрук со стороны залива. Сегодня в 10. Приходи, блядь, жду. Киркуля, блядь. Какого хрена, блядь? Но я не могу жить без тебя, чтобы сказать, что люблю. Я все еще хочу с тобой заниматься. И этого никто ничто не изменит. Хотела бы отправить это тебе, но знаю, что нельзя. Лучше от тебя не знать, что я чувствую, блядь. Крус, живи свободно. Но я не прекращу любить и хотеть тебя. Эх, Киркуля, блядь. Эх, нахрена, блядь? Пиздец, блядь. Зациклился на одной бабе. Ну и куда она засунет это письмецо, блядь? В странный шкаф, блядь? Ну отправляй сразу по почте. Ну куда ты все время прячешь, блядь? Ебать, в этот странный шкаф. А ключ там, да? Охуенно, блядь. Слышал, что они сказали, когда ты пытался... Это недоразумение. Сейчас я позвоню капитану и все выясню. Я ничего плохого не делала. Просто повезла сына на отдых. За такое не арестовывают. Если это так навинно, тогда где он? Ты боялась, что тебя поймают и оставила его хрен знает где? Я скажу, кто знает. Я. И не важно, как вы будете добить, я вам это не скажу. Это Крус, я хочу поговорить с капитаном сейчас же. Посмотрим. Сэр. Еще в Вегасе, да. Интересно, что же вы сказали нашим коллегам? Я пытался взять преступника под стражу, но они отказались. А какое дело прокурору до этого? Значит, мне ему позвонить? Позвоню, спасибо. Что происходит? Прокурора встречи с Мэйсоном по поводу опеки ребенка. Видите? Мэйсона план не сработал. Хотел отнять у меня Брэндона, но суд этого не позволил. Вот что происходит. Эллоу? Это ты? Крус, пытался дозвониться, где ты? Я в Вегасе. Мы нашли Джину. Но местная полиция не идет на сотрудничество. Мы... Короче, прокурор тут вмешан. Да, он недавно ушел, кстати. Судья распорядился в пользу Джины. Так что по закону она мать, и у нас нихрена не получилось. Что? Ты же говорил Мэйсон, что петиция точно сработает. Я тоже так думал, Крус. Только безумный оставит ребенка с Джиной. Но он оставил. И Брэндон ее... Поверить не могу. Я пытался дозвониться до того, как ты ее арестуешь. Не стоит давать ей повод. Теперь уже поздновато. Ну что, я была права? Лучше отпусти меня, Крус. Нед, пока не скажешь, где Брэндон. Чтобы ты его забрала, да? Забудь об этом. Снимай с меня их. Или арестуют тебя. У тебя не было на это права. Крус, это правда? Мы же не отпустим ее вот так, блин. Таразан спрятался в кустах, блин. Тебе что надо? Можно Мэри? Ее нету сейчас. Тогда можно позвонить? Автомат в квартале отсюда. У тебя мелочи нет, что ли? Даже телефон жалко. Ну ладно. Местный разговор? Да. Это мне? Написано для Иден. До того, как я позвоню, ее точно тут нет? Я не одержу принцесс в запертых башнях. Она приходит и уходит, когда пожелает. Ты в порядке? Да, в полном порядке. Сэнкью. Что-то ты не весел, доктор. Я думал, любезная манера общения – это правило этикета для некоторых. О-о-о, придется подождать. Алло. Привет, это я. О, привет, Дженнис. Мне нужно с тобой увидеться. Можешь прийти? Ты расстроена? Что случилось? Много чего. Мне нужно поговорить с тобой. Я сейчас занят, но могу уехать позже. Годится? Хорошо. Только я слишком поздно, ладно? Точно все в порядке? За тобой нет слежки какой-нибудь? Нет, дело не в этом. Тут что-то другое. Мне просто нужно поговорить. Ну, буду как только смогу. Сэнкс. Не за что пока. Телефон освободился. Ни у кого нет терпения, блин. Без штампа. Без адреса. У сестренки тайный поклонник. Не отпускай, пока она не расскажет. У нас нет прав ее задерживать. После того, что мы прошли, мы просто соберемся и уйдем. Я не говорю, что это правильно, но это закон. А кто этот судья вообще, блядь? Как смеет он играть судьбом и людей, нахрен? А вы с Мэйсоном не играли моей судьбой? Забрали Брэндона у матери накануне Рождества, блин. Брэндон был очень счастлив. Не был. Он просто вел себя хорошо. Не хотел тебя обидеть, но скучал по матери, по мне. Видели бы его лицо, когда мы опять сошлись. Ты куда его берешь? Туда, где ты не найдешь. Джина, держи его. В Санта-Барбаре, пожалуйста. Зачем? У меня нет дома там, и у Брэндона тоже. А Брэндон что говорит? Он доверяет мне. Знает, что я еще дом для нас, и я хочу как лучше. Ты никогда не делаешь, что лучше для него. Тум-тап, мы никуда не придем, блядь. Почему бы нам не забыть всю эту херню, блин? Пошли заберем мальчика и вернемся вместе в Санта-Барбару, а? Ни за что на свете. Ну ты даешь, блядь. Пошли отсюда. Заведу машину и жду тебя. Джина, блядь, а Брэндон-то не Локрич, а не Кэппл больше. Облом, да? Так что скажешь Брэндону, когда он спросит про меня? Думаешь, у него не будет вопросов, блядь? Почему над писем «Подарков на день рождения» скажешь, что мне насрать? А тебе и так все равно. Иначе бы ты не забирала его у матери. Прекрати это повторять. Оставь меня в покое. Ты не знаешь, что такое быть матерью, блядь. Ты только и знаешь, как использовать людей для своих нужд, блядь. Отстань от меня, с меня и так на сегодня хватит, блядь. Нужно было упрятать тебя, когда был шанс. Ты просто воровка. И я не позволю тебе украсть моего сына, блядь. Отпусти меня. Я же говорил, что я ненадолго. Чем занималась, блядь? Ну, да так, ничем занималась, кто письма писала. А как собрание? Хорошо прошло, хоть завтрак был очень скучный. Представляешь, педали подали, короче, там что-то, блядь. Ну, хрен поймешь, что, блядь. Я забил хрен на все это, блядь. А где ты был? В Делакорт. Странно, у них всегда первосортная еда. Это меня так испортили едой у Кэпфол отеля. Кстати, почему бы нам не пойти в Восточный экспресс на ланч? Полагаю, у нас есть что отметить. На самом деле, мне не до ланча. И так все, утро пропустило. Пойду поплаваю и прибегом в офис. Да ладно тебе, блядь, день, 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 можно и работу пропустить. Нет, нельзя. К тому же в офисе безопасней. Иден, ты что-то скрываешь от меня. Были еще письма от лошара этого, блядь? Нет. Уверена? Да. Ты проверяла почту? Нет еще. Стоит проверить. Думаешь? Да. Здесь ничего нету. Может, мы его спугнули? Не думаю. Да так и повезти не может. Но он уже 10 тысяч получил. А что, если ему деньги не нужны, блядь? А что тогда? Даже не знаю. Власть, например. Лучше бы просто из-за денег это было. Иначе это просто психопат. Иден, тебе тут безопаснее, блядь. Я не буду заложником в собственном доме. Поплаваю и пойду на работу. Увидимся. Да Мэйсон спиздил письмо, блядь. Но хули тут думать, ёптая? Хитрожопый Мэйсон, блядь. Что Мэйсон с ними сделал, блядь? Мэйсон спиздил письмо. Эх, Мэйсон, блядь. Ты, наверное, тоже не в курсе, что Брэндон уже не Локридж даже. А Уоллос, ёптая? Надо вернуть внука Уоллосом, блядь. Какого хрена джин? Мэйсон. Что ты делаешь с письмом моей жены? Ха-ха, блядь. Эй, не смей играть со мной. Я его мать, блядь. Отвали от меня, блядь. Пусти нахрен. Новая махач, тун-тун-тун, блядь. Давай, Сантана, давай, блядь. Совсем рехнулась? Говори. Говори, где он, блядь? О, она у моего друга, тут неподалёко, он в порядке. Где? Недалёко, понятно, блядь? Ах ты, тварь, хочу его выедать, блядь. Говори, где он, тварина, блядь? Хорошо, слушай меня, блядь. Слушай меня. Я позвоню, и сама с ним поговоришь, блядь. Сама убедишься, что он в порядке, ладно, блядь? Тогда звони. Сантана массивная такая, а нет, такая чисто, бля. Ту-ту-ту-ту, бля. Борцовская такая, борцовская Сантана, бля. Алло, я хочу поговорить с Марсел Синклер. Марсел Синклер? Она моя подруга, и присматривает за Бренданом. Привет, Марсел. Это Джина. С Бренданом всё в порядке? Отлично. Можно с ним поговорить, а? Сэнкью. Брендан? Брендан, милый, это ты? Это Сантана. О, я так о тебе беспокоилась, Ханни. Джина, не предупредили мы, на что вы поедете в отпуск, бля. Ты в порядке? Да. Это прекрасно. Брендан, ты где? Отдай, бля, Джина. Что ты делаешь? Ты сказала, что хочешь поговорить, услышишь, что он в порядке. Я просто... Ты готова? Брендан здесь. В Вегусе. У друга Джины, но она не говорит где. Я не обязан ничего говорить вам. Держи её от меня подальше. Смотри. Я сожалею обо всём этом, но может придумаем что-то и вернёмся вместе, а? Ты же не хочешь начинать всё с нуля, бля. Чем ты будешь заниматься? Чем ты будешь заниматься? Устроись, ну... Устроись на работу. Представляю, какую. У меня есть навыки. И мы знаем, какие. Секретаршие, например. Я работала главным секретарём и ещё могу. Знаю, что можешь. Но сейчас... Ещё до работы нужно найти место, где жить, бля. Отвезти Брендана в школу. Слишком много за раз, ёпта. Ты отрываешь его от всего, что он знает. От чувства безопасности. Большинство согласится, что выдёргивать ребёнка из школы посреди учебного года не полезно. Джины, бля. Что тебе нужно, чтобы согласиться? Даже рассматривать не буду без письменных заверений. Обещайте. Что никто не посмеет пытаться отнять у меня Брендан опять. Все должны подписать. Мэйсон, Лайнел, Сапия. Они все ни при чём, бля. Пойми ты, ёптвою медь, бля. Он уже волос, а не Лаукридж, бля. Уёба ты хренова, бля. Ты только с волосами можешь теперь состязаться. Они могут вообще под законом у тебя отнять его, бля. Хули ты пиздишь тут, ё-моё. Пошла нахрен по своими бумагами, бля. Это неправда. Тогда докажи, подпиши. А кто составит документ? Мэйсон? Раз он за этим всем стоит, блин. Процессом, короче, по изъятию у меня сына. Пусть делает наоборот тогда. Звони ему. Что думаешь об этом? Звони ему. Откуда ты знаешь, что это письмо Дина? Тут её имя на конверте, бля. Да, но не адреса, не штампа, бля. Кто-то подбросил его, блин. И что? Тебя это не беспокоит? Может, у твоей жены появился любовник тайный, бля? Я бы на твоем месте постерёгся ему. Продолжим, короче, на том, на чем я остановился. Мне не о чем волноваться, Мэйсон. Почему? Факт того, что она замужем, не значит, что она может гулять налево, блядь. И забить хрен на тебя. Харе, харе, бля. Я написал письмо. Я. Ты и подбросил его дверь? Зачем? Люблю делать сюрпризы. Неожиданный букет цветов или любовная записка, блин. Что в этом странного? Любовная записка? Что тут не так? Да ничего. Просто не думал, что любовь у вас во самом главном... Короче, ваш брак ещё херня полная, блядь. Она тебя не любит, блядь. Что ты ошибся? Похоже, что ошибся, но каждый день убеждаюсь, что мэдовый месяц совсем не закончился у вас ещё, блядь. Вы даже толком... Ну, вчерашнюю ночь, конечно же, вы поебались, блядь, но... Вчерашняя ночь? Да. Я... Уже сказал Иден про... Видишь? Шумновато, не думаешь, блядь? Эти кровати такие милые, но они на весь дом рекламируют то, что люди предпочитают держать в секрете. Да у тебя прямо ухо к стене приклеено, что ли, чтобы ты прослушал всё это. Развлечение для лоха, блядь. Ну, просто раньше было так тихо... Кёрк, вот и задумываешься, с чего бы это ваши отношения так изменились? Мы давно уже трахаемся, бля. Да ладно, тихо, кёрк, блядь. Я же был на свадьбе, и это так выглядело, будто пиздец какой-то, говно унылое, блядь. И сейчас она выглядит так себе, блядь. С Крузом всё по-другому было, бля. Заткни ебало. Не пойми меня неправильно. Не думаю, что ты плохая замена Крузу. Просто интересно, почему Иден так не думает. Иден вышел за меня, а не за Круза. И мы любим друг друга. Ну, просто хотел помочь тебе. Помочь? Да, я думал, что записка от Круза. Письмо с мольбой прощения. В Меши... Короче, думал я тебе облегчу тебе жизнь, чтобы ты... Ладно, Мэйсон, ты уже запизделся, так что пошёл нахрен, блядь. Я хочу, чтобы ты съебался отсюда и не заходил. Понял, лошара? Не забудь смазать пружины, бля. Тут люди ночью спят вообще-то, блядь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. И вообще, пора, блядь, сказать самим волосом, что Брэндон их ней внук, блядь. Внук их сына, блядь. Который якобы Ченнг Кэфл, блядь. Почему волосам никто не скажет, что Брэндон их внук, бля? Какого хрена, блядь? Какого хрена, блядь? Е-е-е, блядь, Брэндон, больше никаких сисюканий, блядь, подарков, блядь, нахуй мы тебя любим, о-о-о, блядь, все это, да, теперь он даже не внук Софии, блядь, чистый волос, блядь. Ха, привет, я искал тебя у бассейна, а? Я быстро. Решил расслаблиться в ванной, да? Можно к тебе присоединиться со своим членом? Не стоит, зальем тут все. К тому же мне пора на работу. Значит, тебе придется одеться, а я не могу этого допустить, Кьорг. Я серьезно. Вижу. Ты же сказал, что понимаешь. И что ты хочешь, чтобы я ждал твоего первого шага? Почему нет? Ты правда этого хочешь? А что, это мне не идет, что ли? Дело не в этом. А я думаю, в этом. Ты видишь меня в определенном свете, такой, какой я не являюсь. Какой? Напуганный, беззащитный, зашуганный, блядь. Я такой не была, когда мы встретились. Не было. Я думаю, пора мне вернуться к тому, какой я была раньше. Я устала все время убегать от всего, как будто я ничего не контролирую. Устала и бояться, я же говорила. И этот шантажист засранец, блядь. Я устала прятаться, хочу что-то предпринять. Думаешь, ты готова? Да. Ты не хочешь видеть меня сильной? Что за вопрос, блядь? А я думала, тебе нравится, что моя... Я лошарская, зашуганная, блядь. Да вовсе нет, блядь. Так какой у тебя план? Как поймать этого лоха, блядь? Ну, в целом есть, и расскажу, но не сейчас. У меня у самой есть пара идей. Хорошо, рассказывай мне. Кёрк, мне нужно одеться. Передай полотенце. Блядь. Боже, сначала водой облиться, блядь. Нужно смыть с себя вот эту пену всю, блядь. Или это так модно, блядь. Спасибо. О, Кёрк! Оно было в комнате, Иден. Она лежала в комнате прямо тут, Кёрк. Она была в комнате. Я пойду вниз, а спрошу всех про него. Кто-то мог попасть сюда без... Нет, погоди, минуту. Он был в нашей спальне. Милая, всё будет хорошо. Записка лежала тут. Да. О, он их порезал. Что же нам делать? Всё, что мы запланировали, мы сделаем. Мы найдём его сегодня. Если я составлю документ, ты поклянёшься, что больше не увезёшь его. Я скажу, что я сделаю, Мэйсон. Я отнесу их к другому юристу убедиться, что ты не оставил себе лазейки. Я тебе не доверяю. Обещаю, что лазейок не будет, если ты привезёшь его сюда в целости и сохранности. В Санта-Барбару, но не обязательно в этот дом. Ненавижу его и всех в нём. Мы тоже по тебе скучали. Значит, мне понадобится найти новый домик. Что мне жить в этом... Херня, блядь, си-си мести, блин. На этом фронте тоже новости. Ты всё пропустила, блин. Что? Отцу становится лучше. Доктора отметили несколько знаков, что ему лучше. Так что лучше найти тебе новое прибежище, пока он тебя не вышвырнул, когда очнётся. Ещё посмотрим, кого он вышвырнет. Мы не знаем, вспомнит ли он, кто он такой. Тут полно тех, кто напомнит ему. Не хотел тебя пугать, конечно, жена. Меня уже никто не напугает. Я возвращаюсь. Подготовь документы. Да, и не забудь сказать, что он волос, блядь, уже. Ну вот. И всё. Санта-Барбара встречай. И да, и не забудь, блядь, поговорить с волосами, блядь. Нет, Санта-На, блядь. Сначала подпиши документы. Никто его... Короче, ладно, хрен с ней. Пусть она пиздит, что хочет. Сейчас она должна с волосами, блядь, разговаривать. Какого хрена тут, блядь? Он уже не лок, еще не кэпфел. Халява для него закончилась, блядь. Пусть, нах... Этот кожаный перчаток идёт нахрен. Короче, что для Брэндона, блядь? Ему нахрен, блядь. Сейчас халява закончилась, блядь. Больше никаких подарков, нахуй. Не дают морозов, блядь, на рождество, блядь. Или ещё чего-то там, блядь. Брэндон, мы тебя любим. Нет, 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 нет. Фодарок для Брэндона. Ой, милый Брэндон. Ого, 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 блядь. Уже не милый, блядь. Пора его отдать его настоящим... Родителям. Как внука. Не двигайся.